Неу стать Эссман, Великобритания, почему Россия и Украина до сих пор воюют? Лауренс Фридман Неу стать Эссман, Великобритания 26 ноября 2019 года Будет ли мир на Украине? Этот вопрос эксперты по внешней политике обсуждали на ежегодном форуме по безопасности, состоявшемся в конце октября в городе Львове на западе Украины. Ответ присутствовавших большого оптимизма не вызывает. В марте 2014 года Россия аннексировала Крымский полуостров и активно поддержала сепаратистов на востоке Украины, направив туда солдат, боевую технику и деньги. В ходе этого конфликта погибли примерно 13 тысяч человек, как военных, так и гражданских, и он тяжким бременем лег на экономику и инфраструктуру Украины. Украинцы гордятся своей стойкостью перед лицом более сильного русского соседа. После распада Советского Союза в 1991 году эта страна в плане геополитики разрывается между Востоком и Западом. Но сейчас она решительно смотрит на Запад и рассчитывает на него. После аннексии Крыма Европейский Союз вел экономические санкции против России, а 31 октября генеральный секретарь НАТО Янс Стутенберг подтвердил солидарность Альянса с Украиной. Но на конференции во Львове царило явное беспокойство по поводу того, что международная поддержка Украине ослабевает. Россия не относится к числу крупных экономических держав, но странам Запада трудно без политических и дипломатических контактов с Москвой, так как Россия обладает огромными запасами энергоресурсов. А оказав поддержку Башару Аль-Осаду в гражданской войне в Сирии, она заняла важное геостратегическое положение на Ближнем Востоке. Выступая на конференции, бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что его страна является важнейшим оборонительным бастионом на восточной границе НАТО и заслуживает того, чтобы ее приняли в члены этой организации. Вместе с тем, он отметил перемены в дипломатическом климате, которые могут помешать этим устремлениям. Так, французский президент Эммануэль Макрон говорит о том, что Европе нужно улучшать отношения с Россией. Премьер-министр Венгрии Виктор Арбан сблизился с Владимиром Путиным в политическом плане, а Дания 30 октября дала добро на строительство трубопровода «Северный поток-2», по которому газ пойдет из России в Германию, что, по мнению Киева, создает угрозу экономике и безопасности Украины. На заднем фоне этих опасений незримо присутствует Дональд Трамп. Его еще могут подвергнуть импичменту из-за угрозы отказать Украине в военной и экономической помощи, если ее президент Владимир Зеленский откажется провести расследование в отношении возможного соперника Трампа на выборах 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, работавшего в украинской газовой компании. Надо сказать, что Зеленский наверняка согласился бы оказать услугу Трампу, если бы не начался политический скандал, в котором завяз и Белый дом. Просьба Трампа провести расследование против Байденов поставила Украину в очень неловкое положение, показав, как эта страна угодливо в политическом плане отравлена коррупцией. Украинцев особенно огорчает то, что западные СМИ обращают внимание на их страну только в связи со скандалом в США, источником которого она стала. А поскольку возникает впечатление, что международная поддержка Украине ослабевает, Зеленский в ходе своей предвыборной кампании активно говорил о примирении с Россией. Но по мнению многих моих собеседников, с которыми я разговаривал во Львове, мир с Россией – это наивная мечта. В этой стране бурлят дебаты о достоинствах и недостатках так называемой формулы Штайнмайера, она названа именем президента Германии, который в начале Крымского конфликта был министром иностранных дел. Это дорожная карта по реализации Минских соглашений от 2014-2015 годов, которые были подписаны представителями Киева и Москвы в целях прекращения войны в Донбассе, что на востоке Украины. Они предусматривают прекращение огня и создание мер доверия, включая отвод войск и обмен пленными. Обе стороны в конфликте считают эти меры неоднозначными и противоречивыми. Возврат пленных определенно приветствуется, однако отвод войск вызвал опасения относительно того, что украинская оборона будет ослаблена, а населенные пункты на восточной границе страны станут уязвимы для наступления российских военных. Если формула Штайнмайера будет полностью реализована, на спорных территориях Восточной Украины состоятся выборы. Москва полна решимости придать законный статус сепаратистским движениям в Донецкой и Луганской областях посредством этого голосования, а лидеры сепаратистов нисколько не заинтересованы в воссоединении с Украиной. Они всегда отдавали предпочтение крымскому варианту, желая включить свои регионы в состав Российской Федерации. Позиция Украины, которую подтвердил Зеленский, состоит в том, что выборы могут состояться только после отвода российских войск за границу Украины, а также после разоружения и расформирования боевых отрядов сепаратистов. Если бы Зеленский согласился на выборы до выполнения этих условий, украинцы обвинили бы его в капитуляции. С другой стороны, если бы Путин принял эти условия, в России это посчитали бы поражением. Вот почему урегулирование конфликта в обозримом будущем вряд ли возможно. У украинцев мало шансов вернуть Крым силой, это приведет к прямому столкновению с российской армией, которая наверняка закончится поражением для Украины. Зеленскому разумнее добиваться дипломатического урегулирования с Москвой, даже если выборы и отвод войск останутся неразрешимой проблемой. Без дипломатического урегулирования действующее, но не соблюдаемое, с 2014 года перемирие быстро развалится. И это одна из причин, почему критики Зеленского требуют, чтобы он не ослаблял оборону Украины на Востоке. Страна медленно приспосабливается к утрате сепаратистских анклавов в Донецкой и Луганской областях. В этих условиях возникло и нашло широкое распространение идеи о том, что лучше всего подождать, пока России не надоест управлять этими анклавами и содержать их экономически. А Украина тем временем будет осуществлять программу реформ, создавая современную и динамичную экономику. Есть признаки того, что движение в сторону урегулирования все же идет. Продолжается подготовка к возврату трех боевых катеров, захваченных Россией и Украиной в 2018 году. В декабре во Франции должны состояться мирные переговоры между Зеленским и Путиным. Макрон пообещал, что Украина может рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах. Поживем, увидим. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ. Продолжение следует...